Уважаемые коллеги, здравствуйте! Я снова приветствую вас на канале выставки «Хит Электро». Я напоминаю, что выставка уже очень скоро, поэтому, пожалуйста, успевайте зарегистрироваться. Мы рекомендуем регистрироваться всегда заранее, чтобы аккумулировать ваше время на выставке, чтобы вы смогли получить как можно больше новостей и каких-то подробностей. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки этому видео. Таким образом, вы помогаете нам понять, что мы на правильном пути, и то, что мы делаем, вам действительно интересно. Ну и не забывайте про наш канал в Телеграме. Там тоже очень много новостей, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Сегодня у нас в гостях Андрей Лысанов, руководитель регионального представительства по ЦФЛО и СНГ, компания C&P. Андрей, здравствуйте. Да, всем добрый день. Андрей, расскажите, пожалуйста, как ситуация последнего года повлияла на деятельность компании, и, может быть, какие-то выявились ранее неочевидные проблемы? Ну да, ни для кого не секрет, что предыдущий год был, скажем так, очень своеобразным, специфичным, и действительно много неочевидных подводных камней выяснилось. Расскажите вообще про ситуацию, которая была в 2022 году. Надо понять, как рынок вошел. Ну, ни для кого, я думаю, не секрет, что на начало 2022 года больше половины всех поставщиков и производителей насосного оборудования, сегментов, которые мы в основном работаем, это были европейские компании. И практически в самом начале года, уже в марте месяце, опять же, получилась ситуация, в которой больше половины поставщиков всего рынка в одной части практически исчезли. То есть образовался гигантский вакуум, и поставщиков, которые остались, смогли системно работать и продолжить системные поставки, обслуживание и вообще работу на рынке, их осталось там считанные единицы. И в итоге до конца года и среди всех компаний, которые начинали 22-й год на российском рынке, ну, в таком серьезном масштабе, в промышленных насосных системах, ну, даже только наша компания. И это, конечно, было очень сложно, потому что, когда весь рынок освобождается, появляется гигантский вакуум, на нас, конечно, легла колоссально непрогнозируемая нагрузка. Во-первых, и на, конечно, на кадры, то есть на наш персонал, конечно, нас было очень мало, нас не хватало. Это и на оборудование, на складские запасы, на сервис, ну, то есть на все службы, которые необходимы в работе, конечно, легла кратно большая нагрузка. Я не буду врать, где-то в 9 раз по итогам 22-го года приросла наша компания, ну, и понятно из этих цифр, какая нагрузка была непосредственно на работу. Собственно, вся деятельность нашей компании в предыдущем году сводилась к тому, чтобы суметь удовлетворить той большой потребности рынка, которая внезапно образовалась. То есть это поджимает под собой, это же, это найм-персоналы, это строительство новых складов, это поиск новых логистических цепочек, это, опять же, внедрение в новые ниши, сегменты, в которых мы раньше не работали, потому что на некоторый ряд оборудования предложение исчезло с рынка вовсе. То есть ни один производитель не мог его никак закрыть, поэтому, конечно, в срочном порядке пришлось вводить новые линейки на российский рынок. А как изменилась логистика за последний год? Сталкиваетесь ли вы до сих пор с какими-то проблемами? И как вы их решаете? Ну, логистика, это вообще, я бы сказал, для любого поставщика и производителя больная тема. Ну, мы, не скрывая, говорим, что мы, собственно, китайский производитель, мы представительство китайского концерна, и мы, конечно, все везем исключительно напрямую из Китая. И вообще последние много лет с логистикой не очень хорошо дружим, потому что вначале у нас был коронавирус, не секрет, что, опять же, Китай очень жесткие обмещения вел и снял буквально в этом феврале. Я об этом чуть позже расскажу. Потом контейнерный кризис международный, который, конечно, нас тоже коснулся. В то году еще и новая проблема, потому что очевидно, что весь российский рынок переориентировался на Китай, и те, кто раньше с ним работали, увеличили свои объемы поставок, как это делали, и те, кто раньше никак с ними взаимодействовали, конечно, вынуждены были и в рамках серого импорта, и в рамках просто, как говорится, импортозамещения увеличивать объемы поставок. К сожалению, порты, банны, железные дороги так и не увеличились в таком же пропорциональном объеме, поэтому, конечно, эта нагрузка колоссально дополнительная бегла на всю нашу отечественную логистику, плюс, опять же, весь год действует коронавирусные ограничения, которые лично для нас, по сути дела, невозможны именно сухопутные пути доставки. Поэтому я бы сказал, что за предыдущий год логистика изменилась в худшую сторону. Мы даже были вынуждены дважды поднимать немного сроки поставки из-за того, что логистическое плечо увеличивалось. Но решить их, ну, единственный путь, который был возможен, конечно, отправить как можно чаще и как можно больше, но здесь, опять же, встала проблема, например, возможности приема груза на порт в Возвозе Восток. То есть физические корабли не могли войти на рейд, у нас некоторые корабли больше месяца могли стоять и ждать отгрузки. Ну, то есть, мы уперлись в такую вот проблему бутылочного горла, что на стороне России. Я бы сказал, что, к счастью, эта проблема в основном решилась, в первую очередь за счет того, что в феврале, если не ошибаюсь, в январе-феврале Китай уже снял коронавирусные ограничения, которые уже почти три года были введены. Это позволило разгрузить сухопутную границу, стал возможен трансфер просто автотранспортным. То есть, например, в нашем случае мы сейчас напрямую стали возить машины из Шанхая до Челябинска. Это быстрее, проще, чем, например, везти через Владивосток море, потом железной дорогой. Ну, то есть, проблемы логистики были системные, они до сих пор, конечно же, остались. Это очень непрогнозированный такой эффект. Но я бы сказал, что тенденции мы видим в сторону такой улучшения, то есть, динамика положительная, на наш взгляд. Кто ваши клиенты и как изменился их профиль за последний год? В 2022 год мы входили с четкой политикой о том, что как производитель мы работаем исключительно с дилерами, ведем общение через наших дилеров, мы вообще поставляем нашу продукцию, реализуем ее только через наших прямых партнеров. Конечно, по итогам года нам частично пришлось пересмотреть эту политику. Как в итоге подтверждение этому, буквально завтра, 15 марта, мы проводим большие реформы, реструктуризируем наши отношения с партнерами. И, собственно, с какой проблемой мы столкнулись с тем, что при резком росте объема реализованной продукции и при резком увеличении нашей доли в рамках насосного рынка, нам, конечно, пришлось вести очень много коммуникаций непосредственно с заказчиками, с генподрядчиками, с проектировщиками, с разными, опять же, торговыми домами и так далее. То есть не только с нашими партнерами, но и, опять же, с другими участниками вот этой вот цепочки поставок. Поэтому, конечно, как производитель, мы по-прежнему делаем поставки и работаем исключительно через дилеров, но в нашей работе увеличилось участие наше в непосредственно разговоры с застройщиками, с заказчиками, с муниципальными организациями, ну и в том числе даже с госсекторами и так далее. Наши прямые клиенты и партнеры остались без изменений, но, конечно, они тоже укрупнились, потому что наш бренд стал сильно более известным, наше присутствие на рынке увеличилось, поэтому наши партнеры тоже смогли уйти в свое присутствие, ну и они стали, скажем так, покрупнее в общем и среднем. Но именно в рамках общения среди заказчиков мы пришли к более системному, опять же, подходу. То есть если раньше мы говорили про какие-то там разовые поставки, какие-то были там пересогласования европейских брендов, которые, в целом, занимали ливийную долю, то сейчас мы выходим именно на системный подход и системное общение, то есть это там вендор-листы, это появились основного поставщика, это там какие-то частные склады под каких-то там конкретных заказчиков, ну и такая уже работа, начиная от проекта и до реализации, подключив с одним брендом, без изменений. Мы пришли к такой более подробной, детальной проработке непосредственно проектов, объектов и заказчиков. Изменилась ли продукция, которую вы поставляете, может быть, появились какие-то новинки? Конечно, ну сама основная продукция, которая была нашими, скажем так, флагманами, которыми мы занимались технически, она осталась, какая и была, а вот про новинки, вот здесь хотелось бы остаться поподробнее, потому что, ну, понятно, что качество продукции, которое было, ну, поскольку мы компания-производитель, мы не ухудшили, мы там, где смогли, даже ухудшили, а вот про новинки действительно очень важно поговорить, потому что, как я уже чуть ранее сказал, гигантский объем рынка был освобожден, то есть в некоторых сегментах, например, для себе застройщиков, у нас вообще на рынке пропали предложения, потому что никто из производителей не смог посадить оборудование, и пришлось экстренно вводить очень много новых линей. Это как раз вот одна из больших задач таких и трудностей, с которыми мы столкнулись, когда рынку требуется много новой продукции, и понятно, что как производитель у нас она есть, но ввести новый продукт на рынок, ну, все-таки не так легко, потому что, понятно, нужна соответствующая документация, там, декларации, руководство, каталоги, паспорта, вообще обучение специалистов, обучение партнеров, обучение сервис-центров, и, да, там вводится какой-то один продукт, но это можно пережить. Когда нам пришлось ввести 28 новых продуктов в течение года, это, конечно, тоже была большая задача для наших дел техмаркетинга, они, я считаю, справились. Конечно, где-то там были какие-то определенные провалы, там, просадки по информации, ну, где-то там по информированию, но с отчаянных времен потребляли от нас отчаянных мер, мы их приняли, и я считаю, что, скажем так, свой долг перед рынком мы сполна исполнили, то есть мы и в муниципальном сегменте ввели очень много решений, например, для водоотведения, для водоканалов, там, для аэротенка, для бытового сегмента мы ввели новые линейки, то есть это же насосы с мокрым ротором, например, только небольшие скважины, однофазные насосы, ну, и, то есть там для промышленных сегментов тоже очень много линей, которые, может быть, даже у нас раньше были в номенклатуре, но мы первый раз прошли этот путь до реальной поставки, до получения референции, до, скажем так, практически оптанного, ну, на территории именно СНГ-рынка, то есть, потому что очень много ниш освободившихся, открыло очень много возможностей, опять же, для нас, ну, конечно, привело с собой много трудностей с этим связанных, как раз поэтому у нас этот год, предыдущий год был посвящен, скажем так, введению продуктов на рынок, а этот год мы, конечно, будем посвящать тому, чтобы то, что мы уже ввели на рынок, довести до необходимого уровня по, опять же, технике, по информации, по сопровождению и так далее, потому что, конечно, ну, какие-то просадки все-таки были, но мы не могли их избежать. Вы, в принципе, начали немножко рассказывать про ваши планы, по крайней мере, стратегически. Расскажите немножко более подробно, что вы планируете на ближайшее будущее, может быть, какие-то интересные проекты у вас появятся? Однозначно появятся, планируем очень много всего, буквально завтра, получается, 15-го числа у нас будут большие изменения, мы вообще реструктуризируем компанию, потому что, конечно, мы очень сильно растем. То есть, чтобы понимать, в 22-й год мы вошли, ну, не считая, скажем так, складских, там, рабочих, там, водителей и так далее, у нас было в офисах сотрудников 20 человек в российском представительстве. Сегодня у нас офисный штат – это 80 человек в 8 разных городах. К концу года цифра должна быть порядка 130-140 и в 26 городах на территории всей нашей страны и СНГ. Мы очень сильно увеличим присутствие на рынке, мы очень сильно увеличим присутствие на местах конкретно, на среде заказчиков, среди каких-то городов и регионов. И, конечно, мы будем увеличить, опять же, свое присутствие в целом в айсегменте, потому что, ну, сейчас для нас очень благополучная возможность за счет того, что до сих пор, несмотря на то, что уже прошел целый год, из всех поставщиков, которые есть на российском рынке, опять же, по моей информации, не хочу, если что, никого там обманывать, но сегодня мы являемся, во-первых, крупнейшим поставщиком оборудования насосного и, во-вторых, единственным, кто в себе заключает такие моменты, как наличие официального представительства именно от завода, это складские остатки в России, это серверсная сеть, это дилерская сеть и большой опыт поставок. Потому что, то есть, есть сейчас некоторые компании из того же Китая, из Индии, которые пытаются войти на российский рынок, но понятно, что там, ну, для того, чтобы наработать там продукцию, референции, документацию, на это нужно очень много времени. То есть, мы этот путь проходили, как бы, начали проходить 12 лет назад и мы сегодня достигли же каких-то определенных результатов, которые нам помогают в текущих реалиях комфортно работать. И за счет того, что у нас есть вот эта вот уже наработанная скопившаяся база, наша задача как раз в этом году окончательно укрепить себя, как основной, ну, наш бренд, как основной насосный бренд в России с точки зрения промышленного оборудования, с точки зрения, опять же, застройки, муниципальных сегментов. Ну, то есть, в целом, мы работаем практически во всех сегментах, кроме ради, что прямо такого бытового частного коттеджа строения. Основная наша задача сейчас структурировать саму компанию, сделать работу с нами удобной, потому что понятно, что под возросший объем спроса нам необходимо сделать компанию удобной для работы, для коммуникации. То есть, потому что те алгоритмы и структуры компании, которые была год назад, конечно, не подходят под то, что есть сейчас. Самое главное для нас, это сохранить тот уровень качества сервиса, который мы представляем, то есть, чтобы техника по-прежнему прижала вовремя, была желательна вообще в России на складах, чтобы, конечно, все это работало, чтобы все знали, как это смонтировать, чтобы в случае каких-то, не дай бог, проблем, мы могли бы это все быстро починить с помощью сервисной развитой службы. Ну, и чтобы, в целом, коммуникация с нами, как с поставщиком-производителем и с нашими партнерами, была как можно более удобной и комфортной. То есть, я бы сказал, наши основные планы и цель это как раз структурировать и укрепить тот уровень, который мы смогли именно достичь за счет вот этой вот волны вакуума в прошлом году. Спасибо вам большое, Андрей. Мы, я надеюсь, что ждем вас еще раз, может быть, через полгода, чтобы вы еще раз нам рассказали, какие у вас изменения уже произошли. Также я напоминаю, что необходимо зарегистрироваться на выставку заранее. Выставка «Хит Электро» пройдет в октябре в экспоцентре, поэтому, пожалуйста, следите за нашими новостями в нашем телеграм-канале и на сайте. Ну, а я прощаюсь с вами. Как всегда, увидимся на «Хит Электро».